Всем привет! С вами смартфонов Samsung Galaxy A10 версии на 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти против Samsung Galaxy M20 версии на 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимость. Что же, очень похоже по габаритам, по форме наше устройство. Сзади видим отличия. У Galaxy M20 есть датчик отпечатка пальцев на задней части, а также у него двойная камера. Тут одинарная камера. На передней части дисклей диагональ 6,2 дюйма у Galaxy A10, у Galaxy M20 чуть побольше 6,3 дюйма. Фронтальная камера. Слева слот, справа кнопка включения и кнопки игровки громкости. На нижней части джеки для наушников. Динамик у Galaxy M20, динамик у A10 находится на задней части устройства. Вот также на нижней части порты USB Type-C U-M20 и microUSB U-A10. Включим устройство. Давайте перед этим примерно по габаритам их сравним. То есть они по ширине и по высоте примерно одинаковы. Вот отличаются по толщине. Galaxy M20 чуть потолще. Включим устройство. Включим одновременно, посмотрим кто быстрее загрузит систему. М20 включается чуть быстрее. Разблокируем. По дисплеям. По разрешению дисплея у Galaxy M20 2340 на 1080 точек, а у Galaxy A20 1520 на 720 точек. Тут, конечно, получше на Galaxy M20. Значительно получше. И теперь давайте посмотрим на Geekbench 4. Процессор у Galaxy A10 Exynos 7884, 2 плюс 6 ядра, который работает на тактах 1,3 и 1,6 ГГц. Против Samsung Exynos 7904, 6 плюс 2, а также 8-ядерный 6 плюс 2. Ну, получше. Процессор 1,6 и 1,7 ГГц тактовая частота. Видеоскорителем AliJ71. Там, что там. По оперативке тут 2 ГБ, тут 4 ГБ и М20. Что же. Смотрим на результаты тестов. Так. Вот видим, что получше будет М20 в тесте процессора. И то же самое в тесте видеоскорителя почти на 1000 баллов лучше, чем в Galaxy A10. Хорошо. Смотрим теперь тест Antutu Benchmark. Открываем Antutu. Смотрим результат. Так. 108 против 90 тысяч. Почти на 20 тысяч лучше Galaxy M20. Хорошо. Тест функций. Сколько касаний поддерживает тащить их устройство? Тут 5 касаний, тут поддерживает 10 касаний. Вот. Закрываем. Хорошо. Давайте теперь подкрываем стандартную программу. Начнем с калькулятора. Чуть раньше на M20 он открылся. Теперь посмотрим календарь. Так. Не получилось открыть. Сейчас. Закрыть все. Закрыть все. И еще раз календарь. Вот. Одновременно открываем. Чуть раньше, да? Вроде бы на M20. Давайте теперь еще какую-то программу откроем. Например, часы. Окей. Хорошо. Открываем браузер устройств. Переходим на сайт Samsung.com. Так. Samsung.com. Чуть поплавнее работает на M20 сайт. Так. Чуть дергается иногда на A10. Чуть быстрее. Давайте вот перейдем сюда. Кто быстрее загрузит полностью сайт. А A10 даже загрузил чуть быстрее. Давайте теперь сюда. Снова был A10 чуть быстрее. В этот раз примерно одновременно. Давайте посмотрим на другом сайте. На сайте Apple.com. Apple.com. Открываем. Переходим по этой ссылке. Видим, что почти все разы данной Galaxy A10 загружаются быстрее. В этот раз было на M20 чуть быстрее. Ну, в общем, особой разницы по загрузке страничек в интернете по скорости нет. Может даже A10 чуть быстрее. Вот. То есть того, что мы видели в синтетике, да, преимущество A20 в скорости загрузки страничек в интернете, этого не будет. Они подключены к одной сети Wi-Fi. Подключение стабильное. Вот. Но вот A20 чуть быстрее работает. Что касается качества именно работы, то на M20 чуть поплавнее работает. По крайней мере на сайте Samsung так было. Теперь переходим к следующему тесту. Игровой тест. Откроем игрушку PUBG Mobile. И увидите уже игровой процесс на максимально доступных для этих устройств настройках. Я их потом покажу. Ну, а всю эту загрузку я пропущу. И увидите уже игровой процесс. Так, вот почти загрузилась игра. A10 снизу M20 сверху. Графика не отличается. Вот показываю, какой уровень графики установлен на наших устройствах. Так, графика средняя. Вот еще есть максимум. И ультра ультра пока в игре еще нет. Максимум на устройствах не поддерживается. Высокая частота кадров и высокая графика. Но это средняя. Вот, закрываем. Так. По плавности. Давайте посмотрим на M20 вот так. Ну, на M20 более-менее неплохо работает игра. Чуть фрезит. В общем, на этом уровне устройства должны получше справляться с такой графикой и с такой плавностью. Вот есть чуть потормаживание в игре, но в принципе играть можно на таком уровне. Смотрим теперь на A10. Тут, конечно, ситуация похуже. Там чуть больше, ну, больше фрезов, больше подтормаживаний. Вот если на M20 еще можно на таком уровне играть, да, на максимум, ну, на том, что мы поставили максимально доступным для этого устройства, то на A20 лучше понизить уровень графики. Вот будет чуть комфортнее. То есть и там, и там не идеально работает, но на A20 побольше лагов и побольше фрезов. Ой, прошу прощения, на A10 побольше лагов и побольше фрезов. Вот такая вот ситуация в PUBG Mobile. Хорошо. Теперь переходим к следующему тесту. Это тест камеры. У Galaxy M20 основная двойная камера 12,5 мегапикселей, фронтальная 8 мегапикселей, против одинарной основной камеры 12 мегапикселей у A10, а фронтальная 5 мегапикселей. Теперь я покажу вам предместник на основные камеры этих устройств. В сравнении сейчас можете оценить их качество. Вот по автономности выигрывает полностью M20. Батарейка у него 5000 ммч против 3400 ммч в Galaxy A10. Работает он больше, чем в полтора раза. Ну, где-то в полтора раза дольше. То есть, очень значительное преимущество по автономности. Ну и, в принципе, да, по всем остальным тоже в Galaxy M20 преимущество. Единственное, чем A10 лучше за M20, это ценой. Но отличаются они всего лишь на 50 долларов. Так что, в принципе, смысл добавлять, ну, есть на Galaxy M20, если вы задумаетесь над покупкой этих двух устройств. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Oil. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok